Вы слушаете канал ЖАЖ.Клаб, Мусор. Доброе утро. Тебе. Сегодня был бурный день. Местами очень хотелось спать. А когда наконец-то легла, не могла уснуть. Вспомнила, что забыла сделать что-то важное, написать тебе письмо радостная улыбка. День был хороший, а в конце дня странное событие. Мне звонил один старый, не по возрасту, знакомый, с которым у меня когда-то были хорошие отношения. Мы не ссорились, не ругались, просто почему-то перестали общаться. Такое бывает. Но, судя по всему, для этого были причины. Что сегодня, собственно, произошло, я толком и не поняла. Он мне позвонил, когда я была в эфире. Естественно, я не сняла трубку. Позже, когда я уже пришла в себя после эфира, я написала ему на мессенджар с вопросом, по какому поводу ты меня вспомнил. В ответ получила вот такое послание, которое я называю вежливым хамством, просто давно не общался с тобой и видимо поэтому забыл какая ты. После твоих сообщений все встало на свои места и я вспомнил какая ты. Извини. Впредь не буду позволять своему мозгу считать, что люди меняются, если они слушают и не слышат, смотрят и не видят, думают и не понимают, значит их все устраивает. Еще раз извини за то, что отнял у тебя столь дорогие для тебя минуты. Запятые не расставлены, но это мелочи. Первая реакция – гнев. А потом я подумала, что мне нет необходимости всем заявлять, какая есть, и что я имею право кому-то не нравиться. И мне стало легче. Поведение, на мой взгляд, неадекватное. Но мне кажется, я знаю причины. Человек обиделся, что не получил от меня того, что он заслуживает моего внимания. Поэтому осудил меня. Причем, непонятно, за что. Возможно, я ошибаюсь. Но внимание дорогого стоит. И я хотела ему его дать, а в ответ получила такое. Я не злопамятна, но память у меня хорошая, всегда даю людям второй шанс. Но не третий. Догадайся с трех раз, кто мне звонил. Радостная улыбка, ты его знаешь. Думаю, не угадаешь радостная улыбка, звездочка, 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 а еще замечаю ужасную тенденцию. Какие-то умники берут старые фильмы или русскую классику и начинают анализировать ее с точки зрения современного времени или, типа, как психологи. Непонятно только, являются ли они действительно специалистами или сами себя так назвали. Прочитала сегодня, как из Гоги, героя, Москва слезам не верит, сделали психопата и нарцисса. Или из русских писателей и извращенцев. По поводу Гоги я может и соглашусь, но можно ли это вообще рассматривать, если тогда было совсем другое время. А главное, зачем это делать? Умными хотят себя показать. Мне кажется, это какая-то страшная тенденция. Еще до этого читала какую-то похабщину, мат-перемат, про героинь русских произведений. С самой сутью можно поспорить. Но зачем нужно матом выражаться? Типа это сейчас модно? Нормальный человек без мата не разберется? Опять же цель непонятна. Как я заметила, статья насобирала много лайков. Но слава это была на один, максимум два дня. И что она дает? И людей не понимаю, которые эту матную похабщину репостят. Как можно русскую классику анализировать в контексте нынешнего времени? Это же бред? Или я отстала от жизни? Зачем люди добровольно забивают свою голову мусором? Точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.